Привет! Чтобы определить, как и что протестировать, мы воспользуемся упрощенной версией техники Use Cases или варианты использования. Эта техника позволяет смоделировать, как пользователь использует продукт и как продукт реагирует на действия пользователей в той или иной ситуации. В результате моделирования получается набор сценариев, по сути тест-кейсов, с помощью которых можно выявить нестыковки в логике фичи, ошибки в дизайне или ситуации, когда пользователь оказывается в тупике и не достигает своей цели. В прошлом уроке мы определили, какие функции ключевые. Ключевые функции это фактически кусочки от основных сценариев использования. Разберем на примере. Основной сценарий использования приложения блюда дня это заказать еды. Для начала нужно выявить участников сценария. Обычно есть два действующих лица, пользователь и продукт или системы, но действующих лиц может быть несколько. Экосистема агрегатора доставки еды предполагает, что есть такие действующие лица. Покупатель, ресторан, курьер, система, то есть самоприложение и банк. Для сценария заказа еды есть такие предусловия. Пользователь авторизован, доступен как минимум один ресторан, заказ делается в часы работы ресторана и у ресторана есть блюда в наличии. Теперь рассмотрим, как может выглядеть основной сценарий использования целиком. От того, как покупатель начал накидывать товары в корзину и до того, как получил готовую еду в руки. Так как сценарий длинный, я разбила его на несколько слайдов. Покупатель выбирает ресторан. Система проверяет доступность ресторана. Покупатель добавляет блюда в корзину. Система проверяет доступность блюд, показывает пользователю сумму заказа и прогноз доставки. Покупатель переходит в корзину. Система показывает текущее содержимое заказа. Покупатель инициирует оформление заказа, а система предлагает выбрать параметры. Покупатель эти параметры заполняет и отправляет форму. Система открывает страницу оплаты. Покупатель совершает оплату. Банк проверяет оплату и передает в систему данные, что заказ оплачен. Система показывает покупателю, что заказ принят и присылает чек. Далее, система запрашивает подтверждение заказа у ресторана. Ресторан подтверждает заказ и начинает его готовить. Система находит курьера и запрашивает у него подтверждение принятия заказа. Курьер подтверждает, что принял заказ и идет в ресторан. Ресторан подтверждает, что заказ готов. Курьер подтверждает, что принял его в доставку и транспортирует заказ. Покупатель получает заказ. Курьер подтверждает, что передал заказ покупателю. Система показывает, что заказ завершен. Так мы рассмотрели один основной сценарий от начала до конца. Его можно рассматривать как целиком, так и по частям, как вам удобнее. Дальше нужно составить альтернативное направление развития, то есть описать, как можно выполнить все то же самое, но немного другим путем. Можно посмотреть на сценарий целиком и подумать, как можно получить заказ другим способом. А можно смотреть на каждую строку и думать, может ли действующее лицо сделать другой выбор на этом шаге. Альтернатива один, выбрать ресторан не на карте, а из избранного. Или другая альтернатива, покупатель оформляет заказ на другого получателя, а не на себя. Или курьер сначала принимает заказ, а потом отказывается, и заказ берет новый курьер. Каждую такую альтернативу можно пошагово расписать, как и основной сценарий. А можно нарисовать блок-схему со всеми ветвлениями. Если на каком-то шаге возникло условие, которое мешает успешному завершению сценария, то это называется исключение. Исключение описывают, как поведет себя система в случае ошибки. Для тестировщиков это те самые негативные сценарии. Чтобы найти все возможные исключения, нужно пройтись по сценарию и подумать, что может пойти не так на каждом шаге сценария. Например, когда пользователь добавляет блюда в корзину, а система проверяет, доступны ли они для заказа, могут произойти такие исключения. Добавляемое блюдо закончилось в ресторане и больше недоступно для заказа. У ресторана закончилось время работы. Или ресторан вообще прекратил прием заказов. При оплате онлайн бывает, что страница банка зависает и невозможно ввести код оплаты. Получается такой сценарий, как на слайде. Обычно в таком случае система просто отменяет заказ и пользователю нужно пройти весь путь оформления заново. Так и назовем исключение. Страница подтверждения оплаты зависла. Анализируя исключения, можно предусмотреть большинство возможных ошибок. Показать их разработчику и дизайнеру. Спланировать, как показать в интерфейсе все эти ситуации так, чтобы пользователю было понятно, что произошло и что нужно сделать, чтобы все-таки достичь своей цели. На основе всех этих сценариев мы можем составить тест-кейсы. Тест-кейс предусматривает, что мы подаем какие-то данные на вход, делаем нужные действия и ожидаем какой-то результат на выходе. Например, при заказе еды в агрегаторе доставки на вход поступают вот такие параметры. Покупатель, заказ, ресторан и курьер. На выходе могут быть такие данные. Доставлен ли заказ, количество доставленных блюд, доставленные приборы, стоимость и т.д. Если значения в заказе обычные, то на выходе мы получим вовремя доставленную еду, но часто значения входных параметров могут изменить результат на выходе. При составлении тест-кейсов нужно убедиться, что мы учли все возможные варианты, как входных, так и выходных данных. Общий алгоритм подготовки к тестированию. Определить цели пользователей и заказчиков. Выписать варианты использования приложения. Для каждого варианта использования нужно определить действующие лица, основное направление, альтернативные сценарии, возможные исключения, когда что-то пошло не так. Убедиться, что описаны все варианты входных данных и выходных данных. Сформировать из сценариев тест-кейсы. Протестировать приложение по полученным тестам. Теперь можно спланировать, сколько времени займет тестирование всех описанных сценариев и расставить приоритеты. В первую очередь тестировать наиболее важные сценарии приложения, а потом уже переходить к второстепенным. При тестировании нужно убедиться, что все сценарии работают в продукте и нет ситуаций, где непонятно, как поведет себя продукт. И отмечать результаты. Что получилось, что не получилось, какие баги вы обнаружили в процессе тестирования. А в какой момент закончить тестирование, я расскажу в следующих уроках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...